Здравствуйте дорогие друзья, приветствие и почтение! Предлагаю вам философскую тему «Все когда-то зарождается, а затем отмирает». Время перемен, в котором мы оказались слишком бурно демонстрируют перемены разрушительного свойства. Это означает, что все прежние модели не подлежат космическому ремонту. Нет никакого смысла брать из прошлого старые идеи и оборачивать их в блестящие фантики. Никакого эффекта обновления не будет без поднятия на видное место глубокого смысла или процесса переосмысления старых концепций. Именно старые концепции сейчас собраны в один большой узел и в нем больше нет созидательной силы. И первая проблема в том, что лидеры демократических стран пользуются исключительно старым политическим мышлением. Ничего нового в нем нет, только комбинации старого, но с более примитивной подачей. То, что служило прежде, как освежающая тенденция, сегодня превратилась в инструмент разрушения. Либеральные ценности, которые поставили выше традиционных, создали войну самих ценностей. Буквально столкнув их лбами, одна группа людей против другой. Посыл неолибералов буквально таков. Изнасиловать всех своим добром, навязывая неприемлемые вещи для большинства. Отличная идея для прогрессивного общества. И что же мы получили? Много насилия и нет никакого добра. Например, добрые любители животных с либеральными взглядами начали ненавидеть людей, которые, по их мнению, неправильно относятся к животным. Люди с традиционными взглядами способны держать баланс между любовью к животным и добрым отношением к людям, адекватно оценивая недостатки и даже способны их устранять. То же происходит и с любителями природы, особенно с теми, кто озадачен экологией. Запреты на ископаемые и другие запреты превратились в ненависть ко всему человечеству. Но люди с традиционными взглядами видят в том подходе отсутствие разумности и пытаются найти выход. Вместо просвещения и построения более разумных связей между человеком и природой, одноклеточные либералы с ненавистью наказывают людей, думая, что спасают планету. Или в борьбе за отдельные права меньшинств объявлена война большинству жителям Земли, отпуская их права до уровня асфальта. Сколько в этом гуманизма или справедливости? Вопрос, конечно, риторический, и он совершенно не возникает в голове недоразвитого пропагандиста, вписанного в новый либеральный шаблон. В этом процессе, который происходит повсеместно, много насилия и агрессии внутри каждого общества с демократической платформой, где неолиберализм поставил себя выше закона, что в корне противоречит классической философии либерализма, которая сама по себе не является самодостаточной, ей всегда нужен оппонент или объект взаимодействия для улучшения чего-то. Весь вопрос, как этого достичь? Неолибералы сильно отличаются от классических либералов. Новое поколение унаследовало название и полностью изменило смыслы, то есть саму суть либеральной концепции. Цели и методы у них разные. Первое. Классический либерализм. Осчастливить добром через просвещение, предлагая добровольный выбор народной воли. Второе. Неолиберализм. Навязать силой удобные правила малых групп для большинства и утвердить власть на основе страха через наказание. Разница в том, что либералы прошлого были хорошо образованы и гуманистические идеи, как они их понимали, пытались вписать во все имеющиеся политические экономические формации. Правда, без учета различий и анализа культурологических особенностей народов. Вот такая универсальная система для всех. Они были больше романтиками и идеалистами, нежели реалистами, поэтому искренне верили, что все человечество с радостью примет их добрые намерения. Деградация масс. Это результат деградации элит. К сожалению, система образования превратилась в политический полигон, где вместо подачи качественных знаний из детей и юношества готовят армию для сражения с идеями, в которых они ничего не смыслят. Современные неолибералы – продукт плохого академического образования. Их мышление лишено самостоятельности, так как проблема таких выпускников, в отсутствии самодостаточности и полной зависимости от родителей в течение многих лет. Они инфантильны и местами фанатичны, сильно зависят от системы, которую теперь пытаются перестроить под себя. Представьте теперь, что эти люди приходят в политику, награждают себя властью и начинают менять все, что до них работало и служило обществу. Они ничего не способны создать. Но большие любители перераспределять ресурсы общества по своему усмотрению, опуская более-менее развитое общество до своего уровня. Сколько в этом демократии? Очевидно, она им сильно мешает, и они ее улучшениями уничтожают. Паразитарный способ жизни за счет кого-то – это естественный мировоззренческий продукт зависимых людей, который они продвигают в своих идеях как нечто гуманное, присоединяя к себе непродуктивную часть общества необразованных, неработающих, криминал и идейно близких с агрессивным противостоянием общественному укладу. Их всех мало, что объединяет естественным образом. Но неолиберализм создает идеологический зонтик для них, формируя искусственную группу своих избирателей. Мы получили вместо улучшения современный микс политической пены, построенной на пропаганде крайне левых идей, в которых нет никакого зерна развития ни для личности, ни для общества, что приводит к деградации и расчеловечиванию. Идеализм превратился в суровую форму инфантилизма, с тяжелым комплексом неполноценности в самом продуктивном возрасте 30-40-50 лет социальной активности. Неолибералы сами прикончили либерализм и демократию. Не способны мыслить глобально и конструктивно, они шалят как дети, которые не осознают последствия своих действий. В результате либерализм в их исполнении всегда превращается в экстремизм с соответствующим эмоциональным зарядом, нетерпимость, агрессия, ненависть, конфликт, война, разрушение. Именно это они сегодня называют прогрессивными ценностями, лишенные какой-либо духовной основы. Могут ли люди, занявшие место лидерства, но не имеющие вдохновляющих идей, не способные делать выводы и признавать ошибки, создать мостик между вчера и завтра, с тем, чтобы представлять интересы и потребности разных людей. Очевидно, нет. Множественные кризисы в устоявшихся и понятных моделях общественного устройства говорят о том, что духовный заряд и энергия, приходящие от вдохновения и веры, исчерпаны. И для внимательного наблюдателя очень заметны тенденции заката западной демократии, которую бравые мальчики и девочки сами размыли противоречивыми для демократии идеологиями марксизмом, коммунизмом, социализмом, исламизмом и либерализмом. Что же в этом нового? Из какого чулана все это достали? Соединив ежа с ужом, они получили вместо устойчивой системы демократических законов жирный метр колючей проволоки, сковывающей не только демократические ценности, мораль, порядок, стабильность с гуманизмом, но и культуру, свободу слова, а главное экономику, которая сначала вошла в стагнацию, а затем в тяжелый кризис, в котором мы все находимся. Без свободы на творчество разумных, талантливых, образованных, гуманных, искренних и развитых нет процветания. Обесценивание истинных ценностей, приводит к одному и тому же результату. Нищета и отсутствие ресурсов, когда перераспределять нечего. Адемы сегодня продвигают по социальным лифтам совсем другие критерии. Правильный цвет кожи, правильная секс-ориентация, правильная нацпринадлежность с их точки зрения. Остальная масса населения имеет яркую дискриминацию по всем направлениям, то есть бесправие. Это и есть самый тяжелый признак деградации – лидерство демократов. Подобное вульгарное исполнение каких-то однобоких идей с абсолютным игнорированием исторических выводов привело их в тупик, а заодно и нас всех. С такими лидерами страшно жить. Сейчас в периоде хаоса все смешалось и нет никакого порядка разумности, надежности и продвижений. Только разрушительная динамика и падение цивилизации. Нет свежих идей, только пережевывание старых и прогнивших, взятых из университетов от нереализованных марксистов прошлого поколения. Академия устарела в формате образования гуманитарных наук. Выпускники, заряженные гнилыми мантрами, сегодня находятся во власти, дем-стран и разваливают все в подряд, не способные мыслить самостоятельно, анализировать, брать ответственность и творить процветающую реальность. Зато у них появилась полезная миссия. Они сами превратились в чистильщиков. Той обезличенной системы, которую продвигали как равенство неравных. И то, что не работает, мы все чувствуем и видим. Очевидно, социальное признание придет после процесса очищения. Падет эта цивилизация и поднимется новое. Так было и так происходит. Берегите себя. Кто-то должен выжить и сохранить здравомыслие для продолжения рода человеческого. Маленькое дополнение. Дорогие друзья, меня нисколько не удивила эта статья. Все мы это с вами прекрасно видим. Своё фокусное внимание мы на этом не заостряем. Пробегаем это, как бы соприкасаясь рядом с этой информацией и понимаем, что идет строительство нового мира изнутри. Снаружи уже ничего никто не построит. Только изнутри. Отчаиваться не надо. Приходят новые души, которые готовы уже работать на внешней сцене. Поэтому не переживайте, а сонастройтесь с новой жизнью. Живите или спите почаще в пещере творения Великой Матери. Перерождайтесь для этой новой жизни. Она уже у нас слышна на запах. Энергии новой жизни уже веют в пространстве. Вы это чувствуете. Но они сейчас находятся в такой эфирной субстанции. И через какое-то время будет все проявлено. Поэтому фокус внимания должен быть на радости существования, на великой цели, на завершении старой жизни. С ней надо просто проститься и поблагодарить ее. Было очень ярко. Мы постоянно жили в процессах выбора, в процессах принятия решений. И эта игра водила нас за нос. Мы бегали, как в белке в колесе. Так почему бы не пожить иначе? Вне колеса. Продолжение следует...